Здравствуйте! Я немножко разбавлю два больших научных доклада немножко прикладным. Этот прикладной доклад, собственно, то, про что я так... Это будет такой небольшой обзор про область аналитики, которая лет 30 назад была практически недоступна даже для учёных, а сейчас, как говорил граф Калиостро, значит, огонь был божественным даром, а теперь мы на нём, значит, греем чай. Значит, масс-спектрометрия для науки и для жизни. Вообще говоря, масс-спектрометрия относится к разделу инструментальных методов анализа химического. И если мы посмотрим на название этих самых инструментальных методов анализа, ну, не включая традиционный химический, это, ну, вот сейчас наиболее используемый рентгенов-флюоресцентный анализ, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный, масс-спектральный. В названии каждого вида анализа заложено, прописано, значит, во-первых, свойства вещества, которые используются этим методом, и, значит, каким образом фиксируется, собственно, концентрация тех или иных элементов. Ну, если мы возьмём рентгенов-флюоресцентный, тут понятно, что, значит, воздействие на вещество рентгеновским излучением мы получаем какую-то флюоресцензу, какое-то излучение, и, значит, по этому излучению, по, значит, испусканию фотонов происходит расчёт концентрации каких-то элементов. Атомно-абсорбционная атомизация вещества, и, значит, происходит абсорбирование чего-то, да, какого-то, либо это электромагнитное поле, либо это световое какое-то излучение, то есть, значит, вещество, атомизируясь, поглощает что-то. Атомно-эмиссионный метод, он предполагает, опять-таки, атомизацию вещества и, наоборот, излучение. И масса спектральная, собственно, о чём мне хочется поговорить, да, значит, у нас здесь как бы в названии присутствует два слова – масса и спектр, да, то есть по, значит, соотношению заряд-масса мы считываем какие-то спектры. Ну, поскольку речь пошла про массы, мы с вами, ну, такое краткое, совершенно краткое введение, мы с вами имеем дело с изотопами. Что такое изотопы? Изотопы – это нуклиды с одинаковым зарядом ядра, но с разной массой. Ну, вот здесь показано на… Так, правильно, да? Ниже. Вот это вот. Нет. Я не это хотела сделать. Так, а здесь мышка работает, да? Нужная мышкой. Ну, давайте. Вот. Здесь, значит, показано три изотопа водорода против детеритрити, да. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, значит, что у нас в атоме присутствует протон и разное количество нейтронов. Соответственно, у нас масса меняется, а заряд остается один и тот же. Ну, и, значит, изотопов существует много. Существуют стабильные изотопы и нестабильные изотопы. И изотопный состав элементов может меняться. Стабильные изотопы, предполагается, что у них соотношение примерно одинаковое, и оно не меняется. Поэтому они называются стабильные, нестабильные или радиоактивные изотопы. Могут, значит, изменяться в течение времени. Ну, значит, изменение изотопного состава элементов на Земле может осуществляться путем фракционирования изотопов. Лучше всего это видно на легких элементах. Потому что здесь, поскольку мы с вами смотрим соотношение того или иного изотопа одного и того же элемента, мы эту разницу увидим на легких элементах. Если мы с вами будем смотреть соотношение изотопов того же урана 235-238, оно будет мизерным. Если мы с вами берем водород, то у нас, соответственно, дейтерия меньше, чем 3-ти в полтора раза. То есть вот сразу у нас, значит, вот это вот соотношение довольно большое. И если оно начинает меняться, мы его увидим. Значит, вторая причина – это радиоактивный распад. Ну, вот здесь приведены, значит, те изотопы, которые используются в геохронологии. То есть у нас 87-й рубидий превращается в 87-й стронций, а 147-й самарий в 143-й неодим. Деление тяжелых ядер – это относится к тяжелым элементам. И возможность расщепления ядер космическими, галактическими, солнечными лучами. На самом деле в какой-то момент вот это вот соотношение разных изотопов научились мерить, научились отслеживать. Для того, чтобы это отследить, что нужно сделать, нам надо эти изотопы разделить, чтобы их посчитать. Чтобы их разделить, нам надо их ионизировать. То есть в обычном спокойном нейтральном состоянии мы их разделить и как-то посчитать не сможем. Поэтому масс-спектрометры имеют общий блок-схема, вот здесь приведена блок-схема, значит, система ввода образца нашего. Дальше источник ионов, чтобы ионизировать, разделить эти самые изотопы. Дальше у нас изотопы как-то транспортируются. Масс-анализатор делит эти изотопы по отношению заряда масса. И дальше фиксируются различные по массам изотопы каким-то там детектором. Ну, как ионизировать вещество? Вот, значит, для масс-спектрометрии применяются три основных метода. Это ударная ионизация, то есть электронный удар или ионный удар, когда у нас поступает газ. Вот это вот область ионизации. И дальше у нас изотопы разделяются и поступают уже в ионизированном состоянии на, значит, поступают, так сказать, на разделение. То есть это ещё пока общая масса у нас поступает, один и тот же элемент, но уже ионизированный. Вторая, значит, второй способ – это термоионизация, когда у нас происходит испарение нашего элемента, и дальше, значит, вот это при помощи нагрева ионизации у нас происходит разделение. Изотопы у нас уже разные. И ионизация в индуктивно связанной плазме, когда мы вещество прогоняем через уже ионизированный через газ в состоянии плазмы, и там происходит ионизация уже нашего с вами образца. Хорошо, мы с вами ионизировали вещество, оно готово к разделению, но у нас ещё все эти изотопы вместе. Как нам их поделить? У них заряд одинаковый, масса разная. Соответственно, нам надо как-то эти вот массы друг от дружки отогнать. Значит, существует несколько типов фильтрации ионов. Значит, время пролётное. Что здесь происходит? Импульсно подаётся, собственно, наш образец. Но за счёт того, что массы у изотопов разные, для их одинаковой скорости полёта требуется разная энергия. Чем тяжелее изотоп, тем сильнее его надо подтолкнуть к тому, чтобы он летел. Поскольку мы прилагаем одинаковую энергию, у нас первыми быстрее летят лёгкие изотопы, за ними летят более тяжёлые, и так по очереди. В это время, значит, здесь у нас отражающая система линз, и детектор ловит сначала одну серию изотопов, потом другую, и так по очереди. Мы считаем, какие изотопы у нас прилетают в какой момент. Второй тип анализатора – это квадрупольный анализатор, который состоит из электродов, на которые подаётся электромагнитное поле с определёнными параметрами. И вот если у нас ёнчик соответствует тому, что не сильно он разгоняется в разные стороны в этом самом электромагнитном поле, он может через этот квадруполь пролететь. Все остальные улетят в разные стороны. Потом я вам короткое видео по этому поводу покажу, это очень красиво. И третий тип анализатора – это магнит. То есть у нас, поскольку есть заряд, у нас можно магнитом разные изотопы разделить. Магнит секторный, то есть у нас полёт происходит под углом, соответственно, в магнитном поле изотопы разлетаются, опять-таки, по соотношению заряд-масса. Ну и последняя стадия – это посчитать. Посчитать – это довольно сложно, потому что мы имеем дело с ёнами, и нам каждый ёнчик надо поймать, чтобы вот эти вот изотопавшие, их соотношение померить. Ну и самая, значит, такая вот фишечка любого масс-спектрометра – это умножитель. То есть, по сути, мы с вами берём один ён, который попадает у нас на пластиночку и выбивает два ёна, и так последовательно мы получаем из одного ёна довольно существенный сигнал. Вот, собственно, масс-спектрометрия вся так устроена. Значит, единственное, что в зависимости от задач мы меняем вот этот вот комплекс ионизации, разделения ёнов, но детекторы, как правило, везде одинаковые. Итак, изотопное фракционирование стабильных изотопов. Если мы говорим про стабильные изотопы, мы говорим, что как бы там ничего не меняется. Но, тем не менее, наблюдается изменение между соотношением стабильных изотопов. Что может влиять на это изменение? В случае водорода и кислорода у нас будет испарение, конденсация, выпадение осадков, кристаллизация плавления. То есть изменение температурного режима. Мы чуть попозже, я вам схемочку покажу. Значит, если мы говорим с вами про азот, то это трофические уровни жизнедеятельности организма. То есть это живое вещество, которое может эти изотопы разделить в силу того, что у нас существуют трофические цепи. Одни питаются травой, другие питаются теми, кто питается травой. И так у нас потихонечку вот это вот соотношение изотопов азота меняется. Соотношение изотопов серы. Это, ну, прежде всего, жизнедеятельность бактерий и геохимические процессы, происходящие в земной коре, в мантии и, в общем-то, во всех сферах деятельности нашей планеты. Ну и соотношение углерода – это, в основном, конечно, растительность, поскольку углерод – это вот в живом веществе, да, вот растения, они очень сильно влияют. Ну и чтобы нам посчитать, как бы, собственно, вот приведена формула, по которой рассчитывается так называемая дельта этих самых дельта изменения соотношений, изотопных соотношений, стабильных изотопов. Она рассчитывается следующим образом, что у нас, значит, более тяжелый изотоп к более легкому в образце, делится на более тяжелый к более легкому в стандарте, от этого отнимается единица, умножается на 1000, и, значит, все это исчисляется в промилле. Почему именно такая формула? Потому что, на самом деле, чтобы нам вот это вот соотношение понять, оно сместилось или не сместилось, нам надо от чего-то отталкиваться. Существуют стандарты для разных изотопов, для разных элементов существуют разные стандарты. Ну, наверное, понятно, что для изотопов водорода и кислорода у нас стандарт будет вода. Да? Вода. То есть, на самом деле, значит, стандарт, от которого мы будем отталкиваться, к которому мы будем приводить наше соотношение, это морская вода, так называемый смов. Мы потом, я вам на графике покажу. Мы отталкиваемся от морской воды. Почему? Потому что, вообще говоря, морская вода по водороду и кислороду, она очень стабильна. То есть вот это вот соотношение изотопов, оно на Земле, поскольку перемешивание происходит все время. В общем-то, там явных таких каких-то изменений, сдвигов не происходит. Для азота. Азот – это газ, который в изобилии присутствует в атмосфере, и соотношение изотопов в атмосфере азота тоже остается довольно стабильным. Очень интересный, значит, стандарт, который был выбран для изотопов углерода и серы. Значит, углерод, понятно, что это живое вещество, но живое вещество, оно меняется все время. С ним все время что-то происходит. Вот что взять за основу? Что можно было взять за основу? Ну, на самом деле, взяли за основу, долго вас мучить не буду, взяли за основу белемнит. Белемнит, сейчас скажу, это чертов палец. Слышали такое, да? Древний моллюск. Древний моллюск. Совершенно верно. Это часть скелета древнего моллюска. Выяснилось, что там, в принципе, у белемнитов в определенной провинции очень стабильное соотношение изотопов углерода. Вот он довольно долго был стандартом. Надо сказать, что на сегодняшний день эти белемниты – это ископаемые существа. Вот, кстати, если вы хотите поискать белемниты, рекомендую, значит, съездить на Рублевское шоссе вот на побережье Москва-реки. Там в овраге такие черные ужасные глины, там есть белемниты. Вот, пособирайте. Кстати, там есть очень хорошие аммониты с перламутром. Вот, если кого-то это интересует. Вот. Но, к сожалению, белемниты кончаются. Они не вечные, их не так много, как хотелось бы. И на сегодняшний день этот стандарт уже заменен, обновлен на синтетически искусственный. Ну, и изотопы серы. С изотопами серы тоже все интересно, потому что сера – элемент подвижный, серый элемент активный. Она при различных обстоятельствах вступает в реакции. Где найти изотоп серы, который не был бы изменен и который бы не менялся? Ну, придумали совершенно верно, что наилучшим образом соотношение изотопов серы сохраняется в метеорите. Вот. Поэтому это был железный метеорит для этого выбран. И там, действительно, соотношение изотопов серы довольно стабильное. Ну, и что касается, собственно, массоспектрометрии. Вот изотопный анализ стабильных изотопов проводится в специальном массоспектрометре. Значит, здесь электронным ударом ионизируется вещество, которое поступает в секторный магнит. Здесь делится по массам на разные изотопы. И одновременно, что очень важно, вот в случае такой изотопии, одновременно все эти изотопы улавливаются. Потому что если их улавливать по очереди, там могут произойти всякие коллизии. И мы, вот это вот соотношение тонкое, оно очень тонкое, мы его не поймаем. Поэтому такие массоспектрометры называются многоколлекторными. Вот это, значит, массоспектрометр дельта. Если раньше нужна была такая сложная пробподготовка, сейчас все это заложено в массоспектрометре. Вы кладете образец, он волшебным образом вам измеряет, значит, соотношение ваших изотопов. Ну, и тут приведена знакомая, наверное, со школы картинка, да, круговорот воды в природе. То есть у нас происходит испарение из океана, дальше подъем, значит, пара, конденсация и движение. Вы знаете, что у нас есть направление ветров, да, которые у нас перемещают воздушные массы. Но, собственно, что происходит у нас в воздухе-то? Значит, у нас есть некоторое изотопное соотношение водорода и кислорода, да. Мы испаряем это соотношение куда-то вверх. У нас происходит охлаждение, частичная конденсация нашего вещества. Как вы думаете, что будет конденсироваться, какие изотопы будут конденсироваться в первую очередь? Ну, наверное, тяжелые, да. Соответственно, у нас, значит, здесь тяжелые изотопы, ну, конечно, в небольшом соотношении. Не так, что все тяжелые изотопы конденсировались, а легкие улетели, да. Все это происходит постепенно. И в результате мы получаем вот такую вот линию Крейга, так называемую. Вот у нас этот смов, да, вот, собственно, стандарт. Это у нас соотношение, значит, вот дельта водорода и дельта кислорода. Потеряла мышку. Вот она у нас где-то в районе экватора. Чем ближе мы с вами движемся к полюсам, тем легче у нас становятся изотопы, тем это соотношение меняется, да. Вот, собственно, эта линия Крейга у нас определяет, как у нас вода движется, как меняется изотопный состав. Вот благодаря тому, что у нас тяжелые изотопы отсаживаются где-то раньше, а легкие уходят дальше на полюса. Значит, с точки зрения науки, у нас наука и жизнь, да, наука и жизнь. С точки зрения науки, что это нам дает? Это нам дает, во-первых, место образования воды, которую мы с вами можем изучать. Это дает, например, ученым повод говорить о том, что вот эти вот породы там образовались вот в таких-то условиях, на такой-то широте, на такой-то долготе. То есть мы можем примерно определить широтность образования каких-то пород, каких-то вод. И, собственно, вот это местоположение можно определить по изотопии. Значит, что касается изотопии углерода, да. Ну вот здесь показано, что у нас существуют разные по происхождению растения. И, соответственно, у них вот это вот соотношение углерода 13 к 12 тоже будет разное. За счет того, что, значит, вот это вот листвида и хвойные растения, это у нас травянистые растения. Ну и, значит, еще у нас существуют кактусы, у которых третье соотношение двух углеродов. Опять-таки, что нам дает для науки изотопное отношение углерода? Тяжелые изотопы углерода, как правило, ну вот Андрей Юрьевич уже упоминал про углерод, да, что легкие поглощаются бактериями, соответственно, тяжелые у нас остаются где-то в каких-то углеводородах. И мы можем примерно определить вот эту вот глубину формирования углеводородов, которые мы добываем. Так, ну и вот тут, значит, а теперь мы ставим, значит, на огонь чайник. Понятно, что 30 лет назад производители масс-спектрометров еще не знали, что им надо будет их куда-то продавать, что это перейдет в серийные, это были разовые, единичные такие мощные приборы, которые производились, ну вот, буквально под заказ. Вот. Потом, когда все это отладилось, вот, они поняли, что, ну, мы не можем производить едини... Во-первых, это дорого, это невыгодно, вот. И придумали совершенно замечательную штуку. То есть это такая рекламная была вещь, когда сказали, ребята, ну мы же можем охарактеризовать пищевые продукты, то, чем мы питаемся, мы можем определить, где произвели, какого качества. И сейчас, на самом деле, вы не поверите, значит, вот, знаете магазины «Азбука вкуса», у них есть своя лаборатория, в которой они держат, значит, вот эти вот масс-спектрометры самых разных видов, где определяют качество своей продукции. Вот это сейчас такое вот трендовое направление, когда мы на божественном даре кипятим чайник. Итак, значит, что при этом определяют вот в пищевых продуктах? Отличие в изотопном составе – это фракционирование изотопов при фотосинтезе. То есть могут определить, где происходил, как происходил фотосинтез. Фракционирование углерода и азота при микробной трансформации. Локальное распределение изотопов кислорода и водорода в водоёмах. Значит, вот смотрите, здесь приведены, значит, изотопные соотношения углерода для разных спиртов. Синтетический спирт, этанол кукурузный, зерновой. То есть, пожалуйста, по этим параметрам мы с вами в жизни можем определить, откуда же у нас спирт. Пожалуйста, приводится, значит, здесь пример тепличные и грунтовые томаты. Вам привозят томаты, говорят, они грунтовые, в лабораторию получаем изотопное соотношение. Говорят, нет, ребята, вы нас обманываете, мы за такую цену вас покупать не будем. По поводу вин Италия. Вот, пожалуйста, всё, уже всё изучено. Казалось бы, вот была наука, теперь у нас всё это изучено. И в магазине, в лаборатории, не обязательно в магазине, вы можете принести своё вино и спросить, а где, собственно, произвели это самое вино. И вам по соотношению изотопов углерода и кислорода определят, в какой провинции реально это вино, этот виноград был выращен и вино было произведено. Оливковое масло, пожалуйста, вот видите, параметры для разных стран, они существенно различаются. То есть если у вас написано, что это Тунис, у вас должно быть, в общем-то, довольно тяжёлое изотопное соотношение. Вот. Гранаты. Ну, то есть вот пищевые продукты по стабильным изотопам сейчас проверяются у нас на раз. Вот, пожалуйста, в качестве примера производители, значит, собственно, это нам рассказывали как раз производители и масс-спектрометров, потому что это, ну, рекламная акция, да. Вот. Значит, фальсификация мясных продуктов, да. Тут показаны трофические цепи, да, и, собственно, какое соотношение изотопов должно быть для разных вот прописанных, типа, тушёнка из оленины, тушёнка из медведя, да. И вот что здесь на самом деле и что должно быть у нас вот показано на графике. То есть сразу видно, что продукты фальсифицированы, это вовсе даже не медведь. Просто по той трофической цепи, которая существует в природе. Значит, это то, что касается стабильных изотопов. Ну, на самом деле стабильных изотопов довольно много, но у нас ещё есть радиогенные изотопы. Почему они существуют? Ну, во-первых, это долгоживущие изотопы, которые сохранились после процесса нуклеосинтеза. Во-вторых, это может быть, они могли образоваться в результате реакции в атмосфере с космическими лучами. Это могут быть промежуточные продукты распада у радоэтория и техногенные радиоактивные нуклиды. Ну, вот здесь приведены, значит, виды радиоактивного распада, да. Когда у нас бета-отрицательный распад, это когда нейтрон распадается на протонный электрон, бета-положительный протон распадается на нейтрон и позитрон, К-захват, когда нейтрон образуется из протонных электронов оболочки, и альфа-распад. Почему это важно? Потому что, значит, у нас вот вне стабильных изотопов эти процессы все время происходят. Они не везде явные, они не везде как бы могут быть... Мы не всегда можем их уловить. Ну, например, если мы возьмем с вами элемент магний, то у него прописано, по-моему, 11 изотопов. Вот. У нас был случай, когда к нам пришли... Вообще он считается стабильным. То есть изотопы магния считаются стабильными. Действительно, 24, 25, 26 они стабильные. Вот. Была задача, значит, мы мерили магний, вот. Нам сказали, померите нам все 11 изотопов. Мы говорим, мы не можем померить, их уже нет. Вот эти... Все остальные изотопы были нестабильные. Они все исчезли в первые секунды в момент, значит, нуклеосинтеза. Все, их нету. Мы можем их видеть по каким-то там следам тех дочерних изотопов, которые из них образовались, но их нет, мы их померить не можем. А три остальных остались стабильные, они вот... Их соотношение практически не меняется. Ну и вот здесь приведена цепочка радиоактивного распада 238-го урана до 206-го свинца. Значит, что нам дают радиоактивные изотопы? Ну, прежде всего, для науки это возможность... Это наука геохронология. То есть, значит, вот здесь вот, вот в этой колоночке, да, приведены периоды полураспада этих самых вот материнских изотопов. То есть, они распадаются довольно долго, но период полураспада их известен. Поэтому, зная количество материнского изотопа и дочернего изотопа, их соотношение, мы можем определить, сколько времени прошло от момента образования, от какого-то события, когда, значит, вот это вот соотношение было начальным, и сколько времени прошло до того, как на сегодняшний день у нас это соотношение поменялось. То есть, у нас, естественно, материнский изотоп убывает, дочерний изотоп увеличивается, да, потому что происходит радиоактивный распад. Значит, вот это, собственно, масс-спектрометры, которые используются для измерения соотношения радиоактивных изотопов. Они не светят, они не... Когда студента, значит, приглашаешь, меня мама спрашивает, а у вас там радиоактивность есть? Вот. Приходится даже иногда с мамой говорить. Моя мама спрашивала, так, ты что, занимаешься изотопией? У тебя там, наверное, всё радиоактивное. Вот, конечно, это не та радиоактивность, которой мы боимся, да, это просто идёт радиоактивный распад, который идёт в природе, и как бы мы от него не зависимы, он от нас не зависит. Значит, что, какие в масс-спектрометрии что мы используем? Здесь мы используем термоионизацию, да, то есть, когда мы нагреваем до очень высоких температур наш образец, он ионизируется, и потом поступает в секторный магнит и разбегается на разные изотопы. И здесь у нас мультиколлекторный тоже анализатор, который, значит, все эти изотопчики одновременно ловит. Вот. Задача поймать одновременно, потому что вот эта вот разница, она опять-таки очень маленькая. То есть у нас задача получить там 7 знаков после запятой для каждого изотопа. Понятное дело, что если мы это поймаем плохо, мы посчитаем время плохо. Ну и второй масс-спектрометр тут, он очень сложный. То есть здесь вот эта часть осталась от предыдущего тритона. Вот. А эту часть сильно усложнили и соединили ее с масс-спектрометром и с индуктивной связанной плазмой, которая сейчас используется для элементного анализа. Но, к сожалению, вот здесь, значит, с точки зрения радиоактивных элементов, радиоактивных изотопов, да, мы в основном все-таки обращаемся к науке, либо это контроль тех условий, в которых мы с вами живем, и контроль, значит, вот, ну, скорее экологический, который нас с вами на бытовом уровне, в общем-то, не касается. Это чисто наука. Но что мы в результате-то получаем? В результате мы получаем... Вот здесь вот приведены, значит, значения, которые, собственно, те научные достижения... Ну, достижения, не достижения, а уже сейчас это стало рутиной. То есть мы получаем время образования каких-то объектов, которые мы исследуем. Вот тут, пожалуйста, по нескольким точкам. Это называется изохрона. То есть когда у нас все точки ложатся на одну линию при соотношении дочернего и материнского изотопа по оси Х, у нас материнский изотоп, по оси У у нас дочерний изотоп, и у нас вот это вот увеличение, угол наклона этой линии растет. Если у нас все точечки легли на эту линию, мы называем ее изохрона. То есть все эти точки образовались, все эти образцы образовались в одно время, и вот это вот соотношение материнского дочернего изотопа у нас определено правильно. Если они вылетают, изохрона у нас не получается. Мы говорим, а, нет, что-то у нас тут не так получилось, там какие-то проблемы. Ну, вот здесь вот получена изохрона, минеральная изохрона для лунных пород. Значит, это для земных пород 2 миллиарда 900 миллионов лет, это древние гнейсы, да. Ну и вот для лунных пород 3 миллиарда 700 миллионов лет. То есть мы получаем возраст, время образования нашего объекта. Мы можем это посчитать. Ну и в случае, когда мы с вами работаем с изотопами урана, вот у нас есть 238-й изотоп, который превращается в результате распада в 206-й свинец, и 235-й изотоп урана, который превращается в 207-й свинец. Ну и, значит, здесь уже не изохрона. Здесь, поскольку эти два, эти две системы дочерних и материнских изотопов работают, должны работать одинаково, да, у нас есть линия, которая называется конкордия. То есть это расчетные, те расчетные значения, которые должны получиться, значит, при правильном соотношении, когда у нас ничего не происходило, ничего нашу систему не нарушило. Если наша точечка попала на конкордию, значит, да, мы определили время. Значит, вот тут вот такая страшная картинка, ну вы не пугайтесь. Значит, вот эта вот конкордия, вот ее кусочек, вот эта часть. Вот, а это точки, которые соответствуют образцам. Вот они довольно близко лежат к конкордии, а вот эти вот кружочки, да, не кружочки, а овала, да, это погрешности. То есть здесь мы, в общем-то, вполне прилично попали на конкордию и получили, вот точки в результате где-то здесь легли, и получили мы возраст 2 миллиарда 443 миллионов лет. То это древние породы, которые, поскольку период полураспада очень длинный, да, мы можем определять возраста очень древних пород. Ну, с современными все проще. Вот это то, что для науки, значит, радиоактивные изотопы. Ну, и третье, так сказать, применение и для науки, и для быта, и для нашей с вами жизни – это элементный анализ. Ну, методов элементного анализа, на самом деле, очень много. Вот чем хорош масс-спектральный анализ? Тем, что мы с вами можем определить весь спектр, абсолютно весь спектр элементов, которые мы имеем. От лития до урана. Все, 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 причём даже за один раз. Там есть свои проблемы. Вот, значит, и здесь используется, здесь и вещество ионизируется в индуктивно связанной плазме. Значит, вот тут приведена самая короткая схема – вот, собственно, ионизатор – индуктивно связанная плазма. Здесь у нас квадрупольный масс-разделитель. Помните, да, где там четыре электрода? Вот. И здесь детектор. Ну, на самом деле, чтобы ещё лучше разделить изотопы, ещё лучше элементы померить, да, здесь после квадруполя ещё добавлен секторный магнит. Вот это вот масс-спектрометр с высоким разрешением, который позволит вообще всё померить. Значит, ну и возможности этого элементного анализа очень высоки, поскольку пределы обнаружения очень низкие. То есть, поскольку мы делим элементы на изотопы, да, и каждый изотопчик можем посчитать. Кстати, в отличие от других инструментальных методов, это, пожалуй, мне кажется, один из инструментальных методов, где мы вещество направляем в прибор и считаем то, что мы запустили, да. То есть, везде мы используем какие-то свойства, и вот на основе этих свойств там поглощение, излучение, значит, выдача фотонов и так далее. Здесь мы запускаем изотопы, и мы их считаем. Вот они через прибор у нас проходят. Соответственно, плюс у нас есть умножитель, поэтому мы можем всё это умножить и получить хороший сигнал. Значит, здесь приведены современные единицы элементного анализа. ППМ – это для геологов, понятно, будет грамм на тонну. Вот. Но где мы возьмём в минерале грамм на тонну, да? Вот. Поэтому это очень здорово, что ППМ. Парт пер миллион. Вот. То есть, это процент в минус четвёртой степени. Часть на миллион. Ну и, соответственно, дальше идут по три порядка вниз. Вот. И, значит, диапазон измерений вот тут показан. Тут не показано до 100%, потому что слишком чувствительный метод, и 100% туда запихивать совершенно бесполезно. Вот. Это, конечно, метод для микропримесей. Ну и вот тут показаны, значит, вот разные методы анализа. Видите, каждый занимает довольно узкий диапазон. Масс-спектрометрия нам даёт элементный анализ в очень широком диапазоне. Значит, здесь переведена, значит, схема плазмы, да? Вот здесь у нас возникает факел. Вот таким вот образом. Индуктивно связанная плазма, она сформированная. Поэтому мы можем легко вещество через неё пропустить, и там происходит ионизация. Ну, сейчас попробуем. О, есть. Значит, вот смотрите. Тут что нам показывают? Нам показывают, что в камеру распыляется вещество. Это пока ещё аэрозоль. Масс-спектрометры элементного анализа, они в основном работают с жидкостями. Дальше у нас и наш аэрозоль поступает в плазму. Сначала происходит высушивание частичек, естественно, поскольку там всё-таки 10 тысяч градусов по кельвину в этой нашей плазме. Вот. И дальше происходит атомизация вещества. И разделение атомов на ионы. Потом поток у нас поступает в прибор. Вот, собственно, сейчас покажу. Да. Вот эти вот разноцветные частички – это уже ионизированное вещество. Но дело в том, что у нас, значит, вещество ионизируется не одинаково, и низко ионизированные частицы, они потоком специальным отклоняются и удаляются. У нас поступает только хорошо ионизированное вещество. Дело в том, что у нас плазма, она имеет такой хвостик низкотемпературный, в котором образуются полиатомные соединения. То есть какие-нибудь оксиды, аргиды, вы не поверите, там аргиды образуются. Вот. И мы их потом видим. Вот. Но они могут иметь ту же массу, что ионы, которые мы считаем. Поэтому их надо убрать. Вот. И перед квадруполем сейчас во всех приборах квадрупольных, вот этих коротеньких, ставят реакционно-столкновительную ячейку. То есть через нее пропускают газ навстречу потоку или сбоку. И гелий сбивает все крупные частицы, вот все эти полиатомные соединения, они удаляются из потока ионизированного вещества. Все. Очистили. Отлично. Оно нам не мешает. Оно не давит на количество ионов, которые у нас образовались. И дальше ионы поступают на квадрупольное разделение. Вот здесь вот, значит, электромагнитное поле, которое эти ионы возбуждают, какие-то в более сильную сторону, какие-то менее возбуждаются в зависимости от характеристик этого самого электромагнитного поля. И те, которые возбуждаются сильнее, они удаляются из потока. Вот у нас в результате, видите, у нас остался поток с определенным соотношением заряд-масса. Вот, собственно, квадрупольное разделение. И дальше уже эти ионы у нас поступают на детектор. Ну и здесь показана характеристика, собственно, масс-спектрометра. Если мы с вами обратимся на разноцветные квадратики, то есть у нас есть элементы, концентрация которых прибор видит меньше одного PPQ. PPM – part per million, PPB – part per billion на миллиард, part per trillion – это на триллион, а это единица на квадриллион. То есть вообще, говорят, представить это невозможно. То есть у вас один ион попал, прибор все это дело увидел. Вот такие вот замечательные приборы. Значит, здесь приведены пределы обнаружения уже реальные, которые мы мерили, мы заморочились, померили. Вот в первом столбике это для воды. То есть на самом деле мы в воде можем увидеть самые низкие концентрации самых разнообразных элементов. Ну а остальные две колоночки, они там не такие хорошие цифры, потому что твердое вещество нам приходится обрабатывать, нам приходится переводить его в раствор. Мы там добавляем свою грязь, а вода не добавляет. Ну и опять-таки мы можем мерить элементы примесей в наших геологических образцах, в геохимических образцах, в экспериментальных образцах, да, и это элементный анализ. Ну, естественно, как же обойтись без контроля пищевых продуктов? Вот, что и также пропагандируется производителями и продавцами. Значит, что мы можем на сегодняшний день уже запатентованные методики? Определение мышьяка, определение, значит, в соке, в сиропе продукты питания, просто много элементов на анализ продуктов питания. Определение, значит, во всяких зерновых, да. То есть на самом деле мы с вами в любых продуктах питания можем определить элементы. Приходят люди, говорят, я купил в аптеке воду, написано селен. Меряем, селена нет. Вот. Или там, значит, ну вот в разных лабораториях, например, исследуют биологически активные добавки, в которых прописано, что должно быть этого столько, этого столько, этого столько. Меряем, этого не столько, этого столько. Вот. Буквально вот на прошлой неделе мы занимались измерением капель для носа на предмет, есть ли там серебро. Серебро есть. Все хорошо. Вот. Или, например, тоже принесли нам воду. Говорят, система очистки. Система очистки воды. Ну, мы такие, ну, вода, наверное, чистая. Смотрим. А там урана больше, чем природного. Ну, наверное, система очистки была, шунгиты, подумали мы. Сейчас довольно популярная система очистки. То есть считается, что если, значит, шунгит бросить в воду, да, это прямо такое вот вещество, которое воду очищает. Но ничего подобного. Шунгит – это горная порода, вполне природного происхождения. И надо сказать, что как результат, как предполагается, органического вещества, органическое вещество очень любит уран. Поэтому концентрация урана там выше, чем даже с фосфоритовых там карьеров, где этого углерода, где, значит, вот этих остатков очень много. Ну и понятное дело, что уже предложено много методик стандартного определения. Вот, значит, соотношение стабильных изотопов и элементный анализ плавно из научных определений перешел в быт, и мы сейчас можем контролировать, то, что мы едим, то, чем мы пользуемся. Вот масс-спектрометрия для науки и для жизни. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ